Витайте на моем видеоканале Людмила Цыганкова. Размавляем мы о творчосте. Для чего zwyклий человек повинен творить? Прежде всего, чтобы не быть работой, не быть бездушной истотой. Дом, праца, праца, дом и венцы, ниц. Альбо человек вышед на эмиратуру и не ве, что далее робить, где среализовать себе. Для того, мои дороги, зналежьте себе какую-то деятельность. Невде даже хахтование, малевание, шпевание, танец, альбо что-то еще иного. И начните творить. Творение – то такий процесс, когда человек впадет в измененный стан сведомости, стан альфа. А этот стан – то не самовитый стан, который даже робит позитивные реакции в организме человека. Душа начинает спевать, человек тоже начинает венцы и тешиться. Я, например, молюю образы олейными фарбами на плутне. Замечет и раз. Плутна так и дужа же не мог изместить. Метр на седем десемт. Кармен. Намален шпахлей и пензелком. Фалды, сукни, сукня. Барзо файно малюйся шпахелькой. Бежеся фарба, на пшыка спачонку ясно-червона, а поздней набирается темно-червень и укладается. Барзо шибко робимся. Деньки шпахли, так и сукенка, так и фалды. Тваж и тяло, Кармен, намалеваны пензелком. Образ вышед. Барзо энергетичный. Кармен вышла такая вродлива кушонца. Един из моих знакомых даже закахался в тен образ. И я, тешись. Барзо файный. И радостный образ. Итак, мои дороги, чтобы не быть работой, чтобы венцы тешиться, быть здоровшим, нам нужно что-то створить в этом жизни. Знайдите себе какие-то занятия и начните творить. Хотя бы трошечки, крок по кроку. И вы увидите, как коло вас начнется, все изменится. Вы станете, венцы, здоровше, радостнее. Творьте. Творьте с целого сердца. До свидания, мои дороги. Потом вы думаете... Продолжение следует... Субтитры создал DimaTorzok